Египетский фараон Тутмос II, правивший около 1503-1490 гг. до н.э., ещё до начала царства не женился на своей единокровной сестре Хадшипсут. Она не родила ему сыновей, и преемником Тутмоса II должен был стать его сын от второстепенного брака с наложницей Исидой, Тутмос III. Есть сведения, что со временем Тутмос II планировал женить его на сводной сестре, своей дочери от Хадшипсут Нефрури, которая пока ещё была малолетним ребёнком. При жизни отца будущий Тутмос III был жрецом Мамона Ра в Карнакском храме. В 1490 г. до н.э. Тутмос II умер, и Тутмос III вступил на престол. Однако уже через 2-3 года его оттеснила от главных дел царица Хадшипсут. Сначала она объявила себя соправительницей Тутмоса III, а со временем стала претендовать на ранг самостоятельного фараона-мужчины. Статуи изображали её в мужском облике, с приставной бородкой. Хадшипсут распространяла версию, что мать родила её от связи с богом Омоном. За время своего правления воевала Хадшипсут мало. Главными деяниями её царствования была большая экспедиция в южную страну Пунт, а также строительство храмов. Доверенные исподвижники Хадшипсут – сановник Хапу Синеп и Синмут – архитектор и воспитатель царевны Нефрура – были связаны с жрецами Карнакского храма. Военными делами в это время занимался Тутмос III. В Азии при жизни Хадшипсут египтянам приходилось держать оборону в Палестине и даже на Синае. Области, лежавшие севернее, около 1470-х годов до н.э. захватил царь верхнемесопотамского царства Метани Параттарна. Говорят, что Хадшипсут хотела передать после себя власть не Тутмосу, а супругу своей дочери Нефруры, чтобы та, подобно ей самой, сосредоточила у себя реальную власть. Но Нефрура умерла раньше матери. Синмут утратил влияние, и наследником Хадшипсут после ее смерти в 1468 году до н.э. стал находившийся более двадцати лет в тени Тутмос III.